Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я, в отсутствии Артема Деева. В первую очередь, давайте с вами рассмотрим ключевые события предстоящего дня в экономическом календаре. Из важных событий следует отмечить, что сегодня в 11.55 индекс деловой активности в производственном секторе сразу в нескольких странах. Страны Европы, Италия, Франция, Германия. Индекс производственной активности в Евросоюзе. Эта новость выйдет в 12.00-12.30. Блок новостей из Великобритании, в том числе, также индекс производственной активности в 13.00 уровень безработицы в Евросоюзе. Новость сильная, новость важная, но каких-то существенных изменений по этой новости, что как-то сильно повлияет на рынок, мы не ждем, потому что фактическое значение, точнее предыдущее значение с прогнозируемым значением, сильно не отличается в связи с этим, и волосильность особо на рынке мы не ждем. Канадский доллар сейчас торгуется в районе отметки 1.27. Вчерашний день было спровоцировано некоторое снижение. И в целом, я думаю, что канадский доллар будет продолжать снижаться к отметке в районе 1.26 перед дальнейшим ростом. Но здесь все будет зависеть от котировок нефти. Плавно переходим в нефть. Нефть сейчас торгуется в районе 89.60. Нефть марки Brent. Следует отметить, что сегодня в Китае, Гонконге и Сингапуре наступил Новый год. Это означает, что страны ушли на длительные каникулы. Мы с вами вчера обсуждали, что в связи с каникулами возможно снижение стоимости нефти. Нефть пока стоит на месте без каких-либо движений. И будем только следить за дальнейшим развитием ситуации. Будет ли нефть снижаться, либо... И мы будем рассматривать с вами продажи, либо нефть будет продолжать тестировать свои максимумы выше 90-92-93. Что ж, по нефти мы пока без сделок. Будем наблюдать за ситуацией, будет ли коррекция. S&P 500. Мы вчера с вами ставили цель 4500. После того, как сформировалась разворотная модель, и мы с вами спрогнозировали коррекцию, сейчас цена торгуется в районе 4490. В целом, можно считать, что цель достигнута. И можно выделить следующий уровень, в районе 4630, как следующая цель для того, чтобы закрыть позицию на покупку. Золото вчера также с вами рассматривали. То, что золото достигло наклонного уровня поддержки. И мы с вами спрогнозировали, что цена от этого уровня будет отбиваться. Цена действительно от этого уровня отбилась. Сейчас котируется в районе 1800 долларов. Цель я предлагаю ставить прежними. Ждем золото в районе 1820. Ну и последующая цель, более сильный уровень 1830. Двигаемся далее. У нас с вами вчера был также в разборе индекс доллара. Мы не можем этот инструмент пропускать, поскольку он имеет ключевое значение для валютного рынка. Индекс доллара сейчас торгуется в районе 9650. Мы вчера с вами определили, что цена торгуется в ярко выраженном восходящем тренде. Цена находилась на вчерашний день около верхних границ сопротивления. Цена от этого уровня отбилась. И, собственно, началось снижение. Как мы с вами и спрогнозировали, цели, я думаю, что в районе 96 долларов коррекция может закончиться. И индекс доллара продолжит расти 96, либо 95.80. Вот плюс-минус в этом небольшом диапазоне. Ждем разворота и продолжения роста. Евро-доллары сейчас торгуются в районе 1.12.40. На фоне, опять-таки, снижающего индекса доллара по валютной паре евро-доллар ждем роста. Целевое значение можно выделить 1.13.50 в плюс-минус к этому уровню. Я думаю, евро-доллар придет в течение сегодняшнего завтрашнего дня, поскольку начался восходящее движение. В целом, в районе этого значения коррекция может закончиться. И при росте индекса доллара ждем дальнейшего снижения евро-доллара. Ну и давайте разберем еще биткоин. Мы вчера с вами рассматривали, что биткоин плюс-минус находится при своих значениях. Но следует отмечить, что сейчас биткоин начал расти. Это позитивный фактор. Однако цена остается торговаться в нисходящем тренде. И говорить о том, что биткоин сломил нисходящий тренд и сейчас пойдет обновлять максимумы, еще, конечно же, очень рано. Нужно дождаться того момента, когда цена биткоина пробьет уровень 45 тысяч. Только после того, как цена пробьет 45 тысяч и уйдет несколько выше, можно говорить о том, что нисходящий тренд сломлен. И по биткоину можно рассматривать новые цели вверх. Там 50-60 тысяч и даже к 70 тысячам долларов. Также можно сказать и о, наоборот, нисходящем движении. Если биткоин пробивает уровень 27 тысяч и уходит ниже, то в целом можно говорить о том, что следующая цель 20 тысяч долларов. И, возможно, даже ниже. Но про ниже пока говорить не будем. В целом это весь обзор финансового рынка на сегодняшний день. Всем желаю успешной торговли и всего наилучшего.